Доброе утро! Вот как раз, видите, размёрзлась всё. Это у нас облепиха, малина, ежевика и имбирь. Облепиха, малина, ежевика, имбирь. Вот столько. Видите, как раз размёрзлась. Потом всё вот в этот стакан спихаем. Чистенький, абсолютно чистенький. Вот чуть-чуть этого сиропа. Сиропа. Сирупс. Это в латвийском. Это в латышский. А так, сироп. Сперва будем молоть. Кипятка сразу вот столько льём вместе с этими. И включаем его. На балбанку вот так. О, вот когда это всё перемешивается, запах. Просто там имбирь. Всё это просто обалдеть. Чтоб вам было просто понятно, вот сколько наливать сиропа. Сколько я наливаю. Ну вот, в рюмку. То есть, вот. Видите, вот такая рюмка. Перевернуть-то я её не могу. Вот. Её прямо туда. Это то, что вот сделалось. Раз, и вот туда. Вот. А потом заливаем горячей водой, которая там до 90, до 80 градусов уже в чайнике остыла, но кипячёная. Был кипяток и где-то до 80. И туда заливаем. И всё это тщательно перемешиваем. Вот такущая вот вещь получается. Супер. Крышки закрываете и можете на улицу двигать. Вот это тот самый напиток. Просто зверский. Вот его на морозе пить. Просто класс. Как раз с утра после спорта, после всего. Вот такой, знаете, оживляющий. А с утра воду с лимоном. Выдавливаешь лимон, только проснулся в воду. Холодную. Ну, там, не знаю, чуть-чуть, может, тёплую её делаешь. Чутка. Так лучше организм воспринимает. Градусов, наверное, ну да. 25 делаешь её вот так вот. Ну, комнатной температуры вода с лимоном. Вот, правильно. Вот. И кайф. А это потом. Просто обалдеть. Да. И главное заливать, почему не кипятком, а где-то градусов, ну, градусов 75, где-то вот так вот, водой кипятить её до 100, а потом градусов 75 заливать. Чтобы полезный, чтобы он был горячий, но полезные вещества не убивались. То есть, в этом есть своя соль, конечно. Просто жесть. Особенно вот это всё же перемалывается, там, имбирь, всё. Всё. Просто кайф небывалый. Вот. А поговорим, как бы, в продолжении разговора о том, как быть свободными. Да. Почему я вот не курю, почему перестал употреблять алкоголь, почему, кстати, не отвечаю давно на личные сообщения, почему практически не трогаю WhatsApp. Да. Ну, деловой, понятно, а я уже даже личный не трогаю. То есть, это своего рода избавление от зависимостей, что тоже порабощает человека. А не курить... Курить я никогда не курил, кроме как до... Где-то с 17-ти, то 20-ти лет. Вот так, курил 3 года. Потом всё забросил, это дело. Вот. Вообще не курил. Вот. Наркотики вообще никогда не употреблял. Никакие. Вообще никакие. Курил марихуану чуть-чуть, пробовал. Но как-то мне не заходит вся эта, знаете, растаманская ерунда. Поэтому вот об этом поговорим. Об избавлении от зависимости. И почему это для многих людей сложно. Порабощенных людей. И что сделает вас действительно свободными людьми. Крошка-машина. С подарками. Офис, да? Класс. За стеклом. Сейчас покажу кое-что. Гляньте. Тут же баранов вырастили. О, видите? И тут же их сразу вон зажарили. И тут же, главное, тут же бараны. Тут же сразу шкуры. И тут же сразу сосиски. И всякое мясо из них, да? Моментально сразу так. Безотходное производство. А вот лошадка. А вот снеговики. Пройдемте там. Все-таки вот, знаете, Рига мне нравится малолюдностью. Вот где-то, где-то так вот соберутся люди. А чуть-чуть выйдешь за пределы каких-то вот таких площадей. И все. И сразу будет тишина. Вот буквально за поворот и все. И что характерно, вот практически все наши. Туристов мало. То есть все наши. Вот только. Не наши. Вот. И выйдите вот туда вот. В ту улицу, допустим. И никого. Это хорошо. Это мне очень нравится. О, не то динозавр, не то слон. Видите, все. Тишина, покой. И вот тот, кто там, знаете, бизнес иногда говорит. Вот, надо открывать там для мигрантов, чтобы там завозить их. Я говорю, так в Риге это открыто. Просто для каких? О, шмотки, кстати. Кстати, хорошие башмаки там. О, уже салон красоты съехал уже. Все, из дома. А почему? Потому что не может платить. Кстати, вот тут классные башмаки. Реально. Реально очень такие. Ну, таких полно и всяких там, если вам надо. Модные. Вот. И бизнес говорит, допустим, что, дескать. О, смотрите. Раз. Ну, шикардос же, да? Смотрите. Там люди. Сюда зашел. Все. А сегодня выходной день. Сегодня понедельник, 26 декабря. Но выходной. Потому что 24 и 25 пришлось на выходные. Поэтому сегодня выходной. Ну, класс. Посмотрите. Ну, это здорово. И вот когда там бизнес, допустим, там люди, представители бизнеса, они говорят, что, дескать, надо открывать там для, чтобы завозить там какую-то рабочую силу, там еще что-то. Но у нас и так открыто. Просто для кого? У нас ты должен платить тому, кого ты привлечешь, больше средней зарплаты там на сколько-то, да? То есть. И поэтому, естественно, каких-то низкоквалифицированных, каких-то там эшельме, бельме, там всяких чуркобесов. Их завозить, естественно, невыгодно. Да? Но выгодно завозить кого? Если тебе нужен действительно специалист какой-то, да, его завозишь, и его зарплата позволяет. То есть. Я считаю, что данная миграционная политика в Латвии идеальна. Потому что если к нам привлекается специалист, за него платится, он действительно нужен. Это, ну, как-то, это человек уже как бы высшего развития, да? То есть. Не какие-то там ровшаны и джемшуды, да? Которые, по сути дела, не нужны. Потому что сегодня он там поработал на стройке, завтра он пошел там совершать преступления. То есть я не говорю, что там все вы таджики, узбеки, там вы преступники. Нет. Ну, просто априори факт. Вот. Или мы видим, когда бесконтрольный доступ мигрантов. Вот сейчас в США с 25-го там закон Трампа этот отменился. Бесконтрольный доступ мигрантов. Там просто Эль-Пасо там этот в Техасе превратился в какую-то Клоаку. Люди бегут, цены на недвижимость стали падать в этом городе. Почему? Потому что он превратился в сборище мигрантов. Понимаете? Что, вот такое хотите? Нет. По мне лучше вот. Кстати, отреставрировали уже там. Смотрите. По мне лучше вот. Чтобы было вот так. Чтобы было вот потише. Кому не нравится, пожалуйста. Вон там. В Грузию езжайте там. В Армению там. Скопище россиян. Бегунов. Предателей Родины. Бегущих от мобилизации. Вот. Трусы. Ну, кто-то, может, не поймет. Это сарказм, да? Но, по сути, так и есть. Вот к ним езжайте. Давайте вперед. Там будет много людей. Там толпа, знаете. Скоро Грузию и Армению можно будет к России присоединять. Уже потому, что там до хрена просто россиян живет. Понимаете? А мне лучше вот так. Мне лучше потише. Мне не надо и Лондонов, там, Германии каких-то. Сегодня же бесплатно вроде. Сегодня же выходной день. Вот. Вот. А мне не надо, чтобы вот как там, знаете, в Лондоне. Блять. По Лондону уже идешь, там, одни эти самые, одни чуркобесы. Или этот самый, как уже какой-то филиал Африки. Понимаете? Или, как справедливо, мне понравился этот юмор. Как по насенкам. Говорит, вы идете. Красивые здания. Все. Но тут же, если вот рядом, видите, какую-то опасность. Обколотые какие-то негры лежат. Спившиеся. Значит, вы в Париж. Париж это город, где когда-то жили французы. Вот вы, замечательные, добрые, тонкие, образованные. Все. Вы, он, она. Идете по улице. Очень грязные улицы. В общем, странно. Потрясающе красивые дома, архитектура. А улица грязная. Вонь. Вокруг опасности. Какие-то сколотые, спившиеся. Африканцы там и так далее. То есть, вы понимаете, что вы в Париже. Ну, и там, смотрите, как. Тоже не экономит электричество. Видите, там тоже все здания обмотаны. Вот. Вот такие вот дела. Я предпочту жить в городе, где вот хорошо дышать и свободно. Без скопища людей. Я уже говорил, кстати, какой бизнес выгодно делать в Латвии. Да, если вот бизнес, грубо говоря, от земли страдает, что у него нет дешевых рабов, да. А приходится платить. Я тоже говорил. Ссылочка вверху. Вот где все люди. Видите? Все люди на чердаке. Мы на чердаке. Вот в этом кафе. Пару нас. Латвийский, по-латышски это значит поговорим. Ну, гляньте. Все наверху. Это вы тут отражаетесь от ламп. А я тут у стены уже самый. Как этот. Как Путин. Сюда сяду. Стол никто не занимает. Все садятся только там, да. О, еще кто-то идет, смотрите. Только вот там можно сесть будет. Сколько вам надо мест? Я переселился. Вот сюда. Тут освободилось место. А там целое. Вон, много-много людей пришло. Мне не получилось сидеть, как Путин, за большим столом. Одному. Много-много людей, видите? Ну, что на улице холодильник. А, сегодня выходной. Сегодня понедельник. Ну, выходной. Кстати, Сейм будет рассматривать у нас четырехдневную рабочую неделю. Не знаю, после каникул, после праздников или когда. Но будет рассматривать четырехдневную рабочую неделю. Инициатива такая поступила. Люди. Как бы они делают инициативу и потом засовывают их в Сейм. И Сейм рассматривает. Да, то есть, и вот будет рассматривать четырехдневку. Нормально? То есть, в общем, будет всегда выходной понедельник. Красота же, правда? Мало людей, мало работы. Четыре дня рабочих. Три дня выходных. Круто. В неделю. Посмотрим, как пойдет. Гляньте. Медовый. Торт и чай. Кстати, Earl Grey. В смеси с травами тоже. Вот. Так что кофе нет. Кофе нет. Вот, пожалуйста, вот то, что я говорил по поводу бизнеса. Вот какие-то кафе закрылись, а те, что остались, подняли цены. И они живут, видите, полно людей. То есть, даже если у вас бизнес от земли условно, да, вы тоже можете работать. Если совсем, то есть вы не можете не работать, то вы просто выжидаете тот, а кто может выжить? Выжидать тот, у кого был какой-то загашник, чтобы переждать, так сказать, сложное время. Потом просто, когда конкуренты ушли, цены поднимаешь, все. И можешь спокойненько жить. Вот, мы тут у Сейма. Ух, ветрища холодильник. Ну, погрелись, чай выпили и сразу хорошо. Вот так вот. А по поводу вот созависимости и зависимости, да, опять же, избавляясь от зависимостей, да, ты становишься еще более свободным. Потому что человек, который там курит, да, во-первых, он раб табачных компаний. Во-вторых, он губит свое здоровье, колоссально губит свое здоровье. И плюс еще тратит на это деньги. То есть, а потом еще будет тратить деньги, чтобы здоровье восстанавливать, да. Плюс плохое самочувствие. Алкоголь. Особенно, когда его неуемное потребление, да, тоже. Хотя его можно вообще исключить, да. Некоторые люди говорят, что, дескать, без алкоголя, да, не могут никак не расслабиться. Им надо... Пойдем туда, в темноту. Вот, не могут, дескать, никак они расслабиться, без алкоголя, там и так далее. Ну, это значит, у человека просто неправильно настроена голова. Раз он не может никак расслабиться без алкоголя. А для чего ты напрягаешься? Вот у меня первый вопрос. Не надо напрягаться и расслабляться, наверное, не придется, да. Вот. Наркотики вообще дно дна. То есть, это просто... Я считаю, это для деградантов. То же самое, как все эти электронные сигареты. Извините, но это просто подсознательное желание сосать. Да, то есть, тянете в рот. Ладно, еще там, понятно. Женщины там у них. Ну, когда мужики идут, и как кальян друг у друга берут. Как смешно тоже заметил Панасенков. Да, они друг у друга берут. Мода дебильная, это кальян. Приходят как бы натуралы и начинают сосать. Ты понимаешь, откуда в этих натуралах такое желание сосать? И долго. И они поступают. И чем они примут, тем они больше сосут. И они у друг друга, главное. Знаете, я тут наблюдал, я сидел. Они друг у друга берут. Это просто поразительно. У меня был приятель в Ленинграде. Вот он тоже. Он не может не брать в рот сигарету. Это какое-то... Это такое странное желание что-то сосать. Про курильщиков кальяна. Это тоже слабость, знаете. Про курильщиков сигарет и так далее. Это слабость. Слабые люди. Это тоже созависимость. У некоторых есть зависимость от женщин. Да, вот они. Знаете, как в песне группы Дюна, да? Есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Созависимость от женщин. Вот он не может, у него тупо зависимость от секса. Или у некоторых зависимость от порнографии. То есть, это все зависимости. Это все, что вас порабощает. То есть, чем меньше у вас будет вот этих созависимостей, которые будут вас порабощать, тем более свободными вы будете. Это, кстати, призрак называется вот это вот. Вот. Тем более свободными вы будете. То есть, это тоже свобода от созависимости. Плюс вы будете лучше себя чувствовать. Изначально вас будет очень сильно колбасить, да? Там, допустим, вам захочется пить постоянно кофе. Или вот когда вы только бросите курить, у вас будет просто ломота от этого, да? Почему? Потому что вас пытаются, так сказать, от этого рабства плюс ваш мозг, который постоянно... Или кто ест очень много там сахара, тоже. Это вред и тоже созависимость. Я, например, не ем сахар вообще. Кроме как вот в каких-то продуктах. Вот сейчас, допустим, съел вот этот медовый торт, естественно, там есть сахар, да? Но просто так вот поглощать сахар, нет. Я заменил его натуральным медом, греческим, да? Кстати, к слову, что везешь сродоса? Дважды летал, дважды прилетал. Что ты привез? В чемоданах мед я привез. Просто мед. Куча меда. Вот. Его и ем. Но не поглощать его ложками, знаете? А просто чуть-чуть там ложечку вот с чаем, да? Плюс, допустим, ешь ты там блины, в них тоже есть какой-то сахар. Ты их не сластишь, когда даже делаешь, да? Но в них все равно есть какая-то доля сахара в чем-то, да? И этого сахара вполне хватает. Не надо поглощать специально какие-то там леденцы, какие-то там, не знаю, там сахар грызть там зубами, да? Или сластить кофе, сластить чай. Никогда этого не делаю. То есть не добавляю в чай и в кофе, даже когда пил кофе. Сейчас кофе практически не пью, да? Я в чай не добавляю сахара никакого. Ни заменителя, ни сахара, вообще ничего. То есть потому что это тоже определенный наркотик для мозга, да? И от чего же ты как бы избавляешь мозг от вот этой зависимости, да? И тем самым у тебя, если есть какой-то вот условно чистый адреналин, он вырабатывается только чем-то полезным. Например, он вырабатывается только, например, при занятиях спортом, да? То есть при занятии спорта у тебя вырабатывается чистый адреналин, ты получаешь от этого кайф, да? То есть... А вот все заменители, все суррогаты, которые будут у тебя вызывать у мозга... У мозга вот эти вот... Там, кстати, вот всякие конусы наделали. Я пойду посмотрю, что за конусы там. Вот. Ну, экономия света же, сами понимаете, в Европе, да? То есть экономят же свет, мы же экономим, мы же в темноте сидим. Если верить российской пропаганде, мы же сидим все в темноте. Мы жутко экономим. Вот. Нигде фонари не горят. Так что от этих созависимостей, вот плюс, еще одна созависимость. Избавьтесь от созависимости всяких социальных сетей и мессенджеров, да? Вот у меня, по сути дела, живой остался только... Только YouTube живой остался, да? От всех остальных созависимостей я избавился. То есть у меня практически, ну там, полуживой Facebook, мессенджеры. Я практически убрал это, потому что это тоже, понимаете, своего рода наркотик. Вот когда человек встает, там, допустим, каждое утро, Вместо того, чтобы размяться, он лезет в свои там социальные сети куда-то, или лезет там в какой-то там проверять мессенджеры, всякие WhatsApp'ы. Господи, тут ветрище у нас, обалдеть. Вот. Лезет проверять всякие мессенджеры, всякие WhatsApp'ы. О, наверху туда, на бастионку поднимешься, ветрище, он и так-то есть. Тут уже кто-то их отключил, видите? Только что горели. Кто-то там канат перерубил, трос. Они все горели. Решили сэкономить. Внизу тоже ветер, но не настолько сильный, как наверху. Плюс еще морозильник. Минус 8 где-то. Ветер у нас при нашей сырости. В общем, вот. И это тоже своего рода зависимость. Потому что человек берет, допустим, себе какой-то этот самый, открывает поутру мессенджер, да, то есть первым делом просматривает там, сколько там ему лайков поставили, сколько это самое. То есть, ну просто, понимаете, это же ничего не дает. Вообще ничего. Но люди как созависимые. То есть, они ходят, вот, даже уткнувшись в смартфоны. С детства они вот какие-то, как знаете, горбатые какие-то. О, ключ. Решеский ключ, кстати. Вот. Ключ от Риги. Один. Где второй? Их два. Должно быть. Вот. И ходят уже, этот здоровья не добавляет. Куда лучше. Но это как своего рода тоже зависимость. Это как своего рода тоже какой-то наркотик для людей. Понимаете? Поэтому от этого тоже надо избавляться. Я, например, от этого тоже избавился. Я уже ни хрена не просматриваю WhatsApp. Да. То есть, ну просто забил на него. Деловой. Понятно, почему забил, да. А этот самый, такой, который, так сказать, личный WhatsApp. Так тоже, что там просматривать? Он в телефоне стоит полностью на беззвуке, да. Я вижу, там что-то приходит, но я даже не открываю ничего. То есть, потому что, ну, не хочу быть от этого созависимым. И, кстати, тоже почувствуйте определенную свободу. То есть, определенную свободу вы почувствуете, если вот тоже не будете, если вот попробуете себя, так сказать, и от этой зависимости избавить. То есть, избавляете от, так сказать, эндорфиновой зависимости. То есть, все эти эндорфины должны у вас вырабатываться естественным путем, да. А не от какие-то вот эти эндорфиновые, дофаминовые вот эти вот зависимости, которые вы можете получать искусственно, да. Потому что, чем больше вы их будете получать искусственно, там, типа, сахара, там, лайков, типа, этих, никотина, да, там, алкоголя, тем меньше вы можете радоваться жизни просто от самой жизни. Например, от пробежки, от спорта, от обтирания снегом, да. Вы не можете уже радоваться жизни, вам уже надо что-то. Или, допустим, вы созависимы от женщин, там, вы созависимы, там, от секса, да, там, или от какой-то порнографии. Вы не сможете уже просто получать удовольствие от самой жизни. Вам надо что-то или кто-то, чтобы это удовольствие получить, да. Это тоже созависимость. И это тоже... Да дави его, дави, давай, дави, 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 нефиг по рельсам ездить, дави его. Вот. Это тоже своего рода такая созависимость. Вот Аусиклитес. Национальный символ, светящийся звездочка. Вот. Так что вот такие дела. Я от этих созависимостей благополучно избавился. Сперва, типа, было тяжело. Все надо было посмотреть. Кто что в телеге написал, кто что в WhatsApp, кто какие комменты написал. Сейчас абсолютно по барабану. То есть от этой созависимости ушел. Нету вот этой потребности. И прямо просто весело. Я даже думаю, что, может быть, когда-нибудь это хобби YouTube. Да. Это... Понимаете, почему еще YouTube ведется? Потому что это как бы своего рода как бы дневник. То есть ты пишешь как бы дневник. Раньше я это делал аудио, как бы для себя что-то. А сейчас это как бы дневник, но для всех. Да. То есть, так сказать, welcome. Смотрите, читайте. Наслаждайтесь. Или не наслаждайтесь. Но, может быть, и от этой условно-зависимости тоже я когда-нибудь избавлюсь. Там флажки трясутся. Вон наверху. Вот. Тоже может быть. Просто поставим эту созависимость тоже поставим на ноль. Своего рода созависимость. Вот такие дела, дамы и господа. Так что, видите, экономим. Поставили здесь еще экономим свет. И под мостом, и везде. Вот такие вот дела. Так что, рекомендую вам тоже избавиться от этих вот созависимостей. Не быть рабами. Ни никотина, ни кофеина, ни алкоголя. И увидите, как вот сама жизнь внутри, как вот вы будете, вы начнете. Сперва, может, будет вам как-то не так, но потом вы начнете реально генерировать энергию. То есть, внутри себя и получать удовольствие и радость жизни от самой жизни. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не поставит, будет сосать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok